Роупджампинг Задавайте свои вопросы, делитесь своими комментариями и, конечно же, обсуждайте с нами тему не только роупджампа, но и экстрима в целом. Что же это все-таки? Неоправданный риск или полезный для души и тела занятие? Необходимый адреналин. Друзья, у нас в студии организаторы роупджампинга в Кыргызстане и по всему миру и не только Илья Чубов, Иван Чубов и Илья Ильичев. Привет, ребята. Привет, ребята. Для начала хочу поблагодарить вас за то, что вы проснулись, вы приехали, вы собрались и вы улыбаетесь. Это самое главное. Спасибо вам за то, что вы у нас гости. Спасибо, что пригласили. Вам такой вопрос. Да, сразу же. Во-первых, как ваше настроение? Отличное. Отлично. Отлично. Расскажите, пожалуйста, как в целом зародилась идея проведения роупджампинга в Кыргызстане? С чего это все начиналось? Как потом приехали вы? С чего начиналось все это? Я свою часть расскажу, а потом уже. Отсказывай. Началось это, наверное, с моих страхов высоты и с маленького, давнего спора с одним знакомым, что я все-таки когда-нибудь прыгну с моста. С моста не получилось, но я узнал, что ребята как раз на тот момент проводили прыжки в Алма-Ате. Я написал Илье, что мы с Кыргызией хотим приехать. Он, конечно, спросил, а что это, где это? Хотя находился рядом практически, да? Да, находился рядом. Ну, в принципе, вот так мы приехали, познакомились, приехали один раз, второй раз, потом я уже подошел, говорю, слушай, я устал к тебе ехать, 8 часов в дороге, давай к нам. Ну, и вот так вот он в 2012 году к нам попал. Собственно, так вы познакомились, так и зародилось это все. То есть с 2012 года в Кыргызстане появились рок-джамперы? Да, и мы пытаемся создать нормальную федерацию в Кыргызстане. Вот, и мы в 2012 году спокойно сюда приехали, проводили здесь мероприятия, пытались какие-то развлечения устраивать, ездили у вас по скалам, где тоже искали места для объектов и так далее, ну, для прыжков. Вот, и нас, ну, нам очень нравится Кыргызстан вообще, как бы, мне вот нравится Алмата и Бишкек, это вот мои любимые города, здесь горы и здесь вообще. Как приятно слушать? Приятно. У меня, можно я буду сегодня таким человеком, который к экстриму мало чем занимается, у меня просто за плечами пять лет шахмат, поэтому мне сложно к экстриму относиться. Насколько это безопасно? Я банальный вопрос задам. Страшно же, ребят, убийца же можно. На сто процентов. Безопасно? Единственное, что предвещает опасность, это человеческое невыполнение тех требований, которые мы указываем. То есть, это потенциально опасные объекты, как бы, это стройка все равно, и мы пытаемся людей организованно поставить, ну, то есть, так, чтобы они всегда были с нами рядом под нашим присмотром. Все. Остальное это безопасно. Всего там две. Две веревки, две оттяжки, два карабина, там всего по два. Один основной, второй рвется, все. Хотелось бы задать вам вопрос, но предварительно услышать звоночек. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и если можно техникам попросить чуть-чуть погромче нам звук в студии, чтобы мы слышали хорошо. Меня зовут Юлия. Очень приятно. Я участница экстремального спорта. Первый раз прыгала. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, прыжок был от досы. Мне очень понравилось. Ребята профессиональные, знаете, когда я пришла на работу, стала показывать видео, и было больше да, чем больше нет. Многие, конечно, говорили, там, ой, да вы ненормальные, там, вам заняться нечем, да у вас же дети маленькие. А кто-то говорил, о, блин, круто, где это проходит, давай я с тобой прыгну. И мы как бы делились, рассказывали. Ну, знаете, вот ведущий, я не соглашусь, он говорил, что первый прыжок это тяжелее, а второй как бы прочий. Нет, нет, я сказала, что первый, он очень впечатляет, но второй сделать гораздо сложнее. Дискуссия. Да, 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 вот именно. И знаете, мне вот ожидает второй прыжок, и я что-то как-то... Уже страшно, да? Юль, крепитесь, крепитесь. Скажите, пожалуйста, после первого прыжка жизнь перевернулась? Да нет, ребят, не стоит от этого ожидать, что прям какое-то изменение было. Ничего такого не будет. Вы просто должны понять, что это выброс адреналина идет. Вот, конечно, знаете, вот я вот какое ощущение хочу поделиться, после прыжка, когда я спустилась, у меня в душе вот полное спокойствие было. Все равно нас, мы сосуды, и нас накапливается очень много плохой вот энергетики. И вот я не думаю, может быть, от этой энергетики я как-то избавилась, мне как-то легко дышать стало, у меня душа перестала мыть. Юль, большое. Спасибо вам большое за звоночек. Очень приятно было слушать. Юль, по осветлению вам, вот что хотела сказать. У нас сегодня прям тема такая интересная. И хорошее наполнение для вашего сосуда. Вот еще, наверное, хотелось Юле пожелать йогой заняться. Тогда можно и очиститься, и зарядиться новыми. И прыгать, и йогой заниматься. И позитивными, и духовными флюидами. Продолжаем тему роуп-джампинга. Вот я задал свой вопрос, касательно опасный или не опасный, и все равно... Ты убедился, что безопасно. Убедился, но надо, наверное, попробовать. У меня такой вопрос. Несмотря на то, что мы подписываем, когда прыгаем, соглашение о том, что мы несем ответственность за свое здоровье и так далее, и так далее. Было такое, что люди поднимаются и просто падают в обморок, прежде чем прыгнуть? Нет, ни в коем случае такого не было, потому что... Нет, упасть в обморок можно только в момент толчка. Потому что в самом полете вы получаете удовольствие, правильно же? Конечно. Вот. И вот только толчок, это единственное, что страшное. Ну вот, как бы толкнуться, делать этот шаг. А все остальное это удовольствие. Полет, когда это срабатывает, народ счастлив, доволен. Здесь вот можно там потерять. У людей ноги подкашивались. Ну то есть они отключались вот так вот на краю и упадали вниз. Все, и потом в себя уже приходят и орут, и довольны. Видите, все равно это выброс большой адреналина. Здесь не потеряешь сознание. И со здоровьем у меня все были с хорошим. Ну то есть никто не нарушил эту подпись. Тогда традиционный вопрос всем нашим гостям. Он звучит следующим образом. Что бы вы съели на завтрак? Вот что у Роупджемпера едят на завтрак? Три ингредиента, которые вы бы съели на завтрак. Давайте начнем. Кофе? Еще? Помимо, просто кофе? А, кушай? Кофе сахар сливки? Честно говоря, как правило, это все происходит в суете. То есть утром мы уже на нервозе, потому что мы за вас все переживаем, кто прыгает. И, как правило, первый завтрак попадает уже. Это какой-нибудь Сникерс, Редбул уже перед своим объектом. Сникерс, Редбул и кофе. Отлично. А у вас? Ну, абсолютно так же. То есть Кока-Колу, Редбул и какие-нибудь бутерброды. Потому что мы с собой приходим. Практически, прям самые полезные, самые лучшие продукты у ребят. И самые полезные для здоровья занятия. Ну что ж, друзья, а чем еще можно себя порадовать легко, быстро и непринужденно? Мы расскажем вам, где. В нашей рубрике «Легкий завтрак». Смотрим, записываем, ну и приятного аппетита.